Продолжение следует... Приветственный кусим вам, мои дорогие и любимые коты и кошечки. Вы на канале Константина Якушева, я Черная Пантера, автор и ведущий данного игрового канала. Ну и добро пожаловать в нашу семью кошачьих любителей видеоигр. Друзья мои, сегодня я начинаю записывать для вас прохождение игры под названием Cold Fear. Еееей, ура! Прохождение будет с моей озвучкой, с моим переводом, а сама игра будет проходить на английском языке. Проходить я буду на 100%, с изучением всех локаций, ну насколько это возможно. Конечно, с уничтожением всех врагов, то есть я постараюсь уничтожать всех, кого буду находить. Ну и с показовым и сбором всех необязательных предметов. Но, давайте договоримся так, если я буду видеть какие-то необязательные предметы, вроде обоим для автомата, например, и не смогу их подобрать, потому что у меня будет полный боезапас, то я все равно хотя бы покажу вам их местоположение. И также мы займемся, как всегда, для 100% прохождения сбором всех обязательных предметов, которые требуются игре для 100% прохождения, соответственно. В данном случае это будут сюжетные предметы и документы, которых в игре всего 34 штуки. В микшере громкости я поставил звук на значение шестерки, и прошу вас взглянуть на настройки звука в самой игре. Звук в игре я считаю несбалансированным, потому что почему-то музыка и эффекты орут намного громче самой речи и озвучки, даже вот здесь в оригинальной игре на английском языке, поэтому я выставил вот такие настройки. Записывать я данное прохождение для вас, записанное, вернее, прохождение для вас, будет выглядеть в несколько этапов. Для начала я запишу кинематографичное прохождение с полным исследованием и сбором всего и вся на легком уровне сложности. Постараюсь данное прохождение сделать в двух видео, то есть первое будет показывать прохождение на корабле, второе видео, которое будет заключительным, оно будет на буровой вышке. Затем я для себя пробегу игру на тяжелом уровне сложности, чтобы открыть экстремальный уровень сложности, и дополнительно постараюсь записать прохождение еще и на этом открытом экстремальном уровне сложности. Будет сложно, не знаю, сколько видео выйдет по количеству на запись именно на этот уровень сложности, но, если что, я постараюсь сделать хотя бы спидран на прохождение, вот честно. Если хотя бы не на соточку, потому что на соточку я уже запишу вам прохождение, тут хотя бы попробую спидран записать и показать, как нужно на этом уровне сложности последним, самым дрючным, так сказать, проходить, и все в таком роде. Монтажа ни в одном прохождении не будет по двум причинам. Первая причина, у меня такое себе железо ПК, чтобы тратить огромное количество времени на монтаж. Ну, а вторая причина, она больше относится к прохождению на, как сказать, на экстремальном уровне сложности. Я хочу показать вам, насколько казуальные игроки не хардкорщики, то есть такие игроки вроде меня, казуалы, способны и могут ли проходить игры на вот таких высоких уровнях сложности. То есть сколько это будет тратить времени, сколько это будет тратить сил, нервов, попыток. Но если вдруг у меня получится это сделать, то можно, наверное, сделать вывод, что у вас тоже может это получиться. Ну, а если вы, конечно, посчитаете нужным дать шанс самому последнему уровню сложности в этой игре. Также в игре вроде бы присутствует галерея артов. Она должна открыться, если пройти игру на нормальном уровне сложности. Но мне почему-то кажется, что она откроется, если вы пройдете игру даже на легком уровне сложности, ибо арты должны быть вот здесь, в рубрике бонусы. Вот, видите, и в каждой, под каждой циферкой написаны условия для получения, открытия того или иного бонуса. Я так понимаю, если я правильно помню, вот это и есть все бонусные арты. И как видите, например, вот, найдите глаз, найдите медкабинет на нефтяном месторождении, нефтяной вышке, получается, да, найдите антидот. То есть большинство из этих условий это сюжетки, или просто открыть какую-то комнату, например, да, или вот как, например, финал, будет доступно, когда вы пройдете всю игру. То есть не написано, что нужно пройти именно на нормальном уровне сложности. Наверное, можно на любом. Посмотрим, в общем, посмотрим. Давайте договоримся так. Если вдруг эта галерея не откроется, к моменту, когда я запишу вам именно последнюю, ну, вторую часть прохождения, грубо говоря, ну, или будет какая-то секретная галерея, я запишу ее для вас в отдельном видео. То есть для себя пробегу на нормальном уровне сложности. Если вдруг галерея открывается, я делаю маленький такой бонусный ролик и выкладываю его на канал дополнительно. Ну, в принципе, на этом вступительная информация подошла к концу тогда. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прочитайте описание под этим видео, там указано много полезной информации. Для финансовой поддержки и благодарности там же в описании указана карта Сбербанка, Донейшн Алёртс и Бусти. Выражаю благодарность всем своим дорогим и любимым котанам и кошечкам, спонсорам на Бусти, всем моим дорогим и любимым котанам и кошечкам, кто поддержит меня донатами на карту или на Донейшн Алёртс, и всем своим подписчикам, котам и кошечкам, дорогим и любимым, которые вообще подписаны на мой канал. Все вы помогаете мне и моему каналу, и моему творчеству становиться лучше, даёте мотивацию двигаться дальше и жить, и создавать ещё больше качественного контента для вас. Приятного вам просмотра! Ну, а мы начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отряд Альфа, начиная по моей команде. И пошли, пошли, пошли! Кеннет, Маркус, идём по двое. Кто-нибудь ещё слышал это? Отрицательно! Там что-то есть! Приём, приём! Чёрт Хеннандес, ответь! Что происходит? Я ничего не слышу! Маркус! Ло! Вы меня слышите? Приём! Ответьте! Есть там кто-нибудь живой? Приём! Быстро пошлите туда ещё одну команду! Любое подразделение! Любое! Да-да-да, слышу! Это корабль ВМС США Ревенсвуд! Мы приближаемся к судну! Начинаем патрулирование и поиск! Ревенсвуд! Конец связи! Ладно, народ, вы знаете ваши задачи. Хэнсон, на тебе верхняя палуба, левый борт. Будь осторожен, ты там один. Почему всё веселье достаёт до Сайс Хэнсон? Потому что симпатичнее тебя, Десентос. А теперь хватит болтать. Меня пугает это место. Где все? Спокойно, Фридман. Помни, у меня есть код эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств. Десантный отряд это Ревенсвуд. Море слишком бурное, нам придётся отплыть. Теперь и сами по себе народ. Вы слышали его, соблюдаем осторожность. Эй, Уокер, ты слышал это? Слышал, что? Что это за запах? Эти старые русские китобои всегда воняют. Что это? Огонь! Открыть огонь! О, дерьм! Я отступаю! Перегруппируемся на моей позиции. Повторяю, перегруппируемся здесь. Лейтенант Лэнсинг, приём, приём. Записка о хранении боеприпасов. Общая инструкция номер 16. Вследствие нерегулярных поставок припасов на платформу, следует экономить боеприпасы и медикаменты. В связи с этим. Первое. Тренировки боевыми патронами временно приостановлены. Второе. В бою настоятельно рекомендуется обследовать погибших на предмет оставшихся боеприпасов и медикаментов. Также в интересах экономии применяйте личный досмотр. Третье. В ближнем бою используйте приклад винтовки. Это позволит вам отойти на достаточное расстояние, чтобы прицелиться. Четвёртое. Некоторые из ваших противников будут пытаться обездвижить вас. Не расстреливайте обоймы попусту. Постарайтесь резкими движениями высвободиться и выстрелить в упор. Как правило, такая тактика крайне эффективна. Подпись Анищенко. Продолжение следует... 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 Эти русские лодки построены не так, как наши. Лучше читать надписи, чтобы не заблудиться. Посмотрим, насколько хорошо я помню русский язык. Продолжение следует... 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 Не подходи! Продолжение следует... 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 Еще одна маленькая заметка, когда вы будете уничтожать вот таких врагов, как вы заметили, если вы их просто убиваете, они все равно воскрешаются, и пока вы не снесете им голову, обязательно успевайте к ним подходить после уничтожения головы и обыскивать на наличие патронов для какого-либо вашего оружия, потому что, как видите, через какое-то время они растворяются, и, следовательно, вы их больше не сможете обыскать на наличие полезных предметов. Продолжение следует... Да, это один из минусов этой игры, то, что если у вас нет подходящего оружия, и вы находите патрон для оружия, который у вас отсутствует, вы не сможете его... И подобрать эти патроны, пока не подберете соответствующее оружие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Лично я попробую дождаться, когда мы вновь не будем проходить мимо оружейной, чтобы восполнить патроны там. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, как мы можем видеть, вы можете носить с собой 150 патронов для автомата Калашникова и, собственно, 42 патрона для пистолета в дополнительной обойме Всего же, конечно, вы можете делать 7 выстрелов из пистолета и 30 патронов из автомата Калашникова Продолжение следует... 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 Журнал «Юсупова». Картель теряет терпение. Результаты обещаны Камским в ранних отчетах, пока вопрос далекого будущего. Тем не менее, мы установили новую, полностью переоснащенную лабораторную базу. И уговорили еще нескольких ученых принять участие в исследованиях. Камский становится менее сговорчивым. У меня есть ощущение, что он что-то скрывает от нас. Но уверен, что рассказал бы нам о любом крупном открытии. Нет, это должно быть что-то более личное. Когда мы проводили наши первоначальные опыты на обезьянах, собаках, а затем на китах, несмотря на опасности и потерю части наемников Анищенко, я чувствовал энтузиазм Камского в его оживленных дискуссиях с Бахаревым. Затем мы начали проводить эксперименты на людях, запасов которых у картеля были неисчерпаемы. Первое принужденное заражение было для Камского самым тяжелым. После этого он привык. И я даже удивился, когда увидел, как он ночами наблюдает за экзоклетками. В любом случае, у картеля нет сомнений в их данной деятельности. Их инвестиции исчисляются десятками миллионов долларов. Одни только прототипы Бахарева стоят 150 тысяч долларов за штуку. Поэтому, когда Анищенко рассказал мне, что он обнаружил, взломав ноутбук Камского, я был готов убить его. Вот почему я забрал Анну. Она — мой последний козырь в рукаве. И я убью ее, без малейших сомнений. 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 В этот момент игры я рекомендую вам настоятельно зайти в вооруженную и восстановить патроны для всех ваших оружий, которые у вас есть в данный момент в инвентаре. И я убью ее, без малейших сомнений. И я убью ее, без малейших сомнений. Я убью ее, без малейших сомнений. Я плюю на тебя Юсупом. Выпусти меня! Анна? А ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Меня зовут Том Хэнсон. Я вдруг. И почему я должна тебе верить? Потому что я здесь, и ты не мертва. Ха, шутник. Где Дмитрий? Юсупов мертв. Хорошо. Ублюдок заслужил это. Так ты можешь рассказать мне, что за чертовщин тут происходит? Он сказал, что у тебя есть ответы. Он соврал. Нет у меня ответов. Тогда у кого они есть? У моего отца. Можем связаться с ним по радио. Он знает, что делать. Думаю, мы с тобой связаны, Хэнсон. Либо мы оба справимся с этим, либо не справится ни один из нас. Голосу за первый вариант. А я не думаю, что у тебя есть выбор. Письмо Анне Откамского. Моя дорогая Анна. Я много раз пытался написать это письмо, но всегда терпел неудачу. Хочу сказать тебе, как мне жаль, что моя работа так повлияла на твою жизнь. После смерти твоей матери я прогнал тебя через ад. Бесконечные переезды, суровые репетиторы, дистанционные интернаты. Впрочем, ты знаешь, как много значит для меня моя работа. Особенно после нашего приезда на звезду Сахалина. Я понимаю, что никогда не давал тебе жить нормальным детством. Но поверь мне, я подарю тебе необыкновенную жизнь в дальнейшем. Люблю тебя очень сильно. Твой папа. Хэнсон, я получу информацию на девушку. Она дочь Виктора Акамского. Важно, чтобы ты помог ей выжить. Ну да, какой-то ученый. И что? Я говорю о том, что она важна. Охраняю ее ценой собственной жизни. Хорошо, буду. Постарайся. Если она умрет, все будет кончено. Собственно, именно по этой причине я вам рекомендовал перед этим, прежде чем спасать Анну, зайти в оружейную и пополнить запасы патронов. Собственно, она заканчивается. Собственно, она заканчивается. Вон радиорубка. Хорошо, можем связаться с буровой, где работает мой отец. Звезда Сахалина, вы слышите меня? Анна, это ты? Павел, что происходит? Где мой отец? Прости, он пропал. А это место... Не возвращайся, Анна. Это слишком опасно. Я вернусь и приведу помощь. Тогда я попробую продержаться, пока ты не вернешься. Мы не можем развернуть корабль. Автопилот заблокируй. Так разблокируй его. Хорошая идея. Пойду на Лубенского. Ты останешься здесь. Запри двери. И вот, надень это. Что это? Это радио. Позволит нам оставаться на связи. Просто протри ее для начала. Хорошо, Хэнсон, вот тебе план. Ты найдешь коды, которые нужны для разблокировки автопилота. Направь корабль на нефтяную вышку, о которой говорила Анна, и забери оттуда ее отца. Если мы повернем эту штуку бортом к шторму, волны захлестнут с нас. Значит, разверни корабль быстро. Ты из береговой охраны, ее отца нужно спасти. Так, иди и спасай его. Да, там говорил, он говорил то, что если мы повернем эту штуку бортом к шторму, волны захлестнут нас. То есть, имеется в виду, что не стоит поворачивать этот корабль, наверное, очень резко. Но посмотрим дальше, к чему это приведет. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, вы уже заметили к этому моменту игры, то что здесь все-таки не очень честные хитбоксы. Особенно, когда ты находишься от врага далеко, а он машет в воздух, и почему-то по тебе проходит урон. Если вдруг посчитаете нужным самостоятельно попробовать пройти игру либо на тяжелом, либо на экстремальном уровне сложности, вам следует запомнить этот момент. Продолжение следует... 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 По словам доктора Бахарева, противоядие стимулирует секрецию определенного фермента вдоль позвоночника, который смертелен для экзоклетки. Однако, как только усик попадает в мозг жертвы, противоядие бессильно. Параллельно, доктор Камский исследует, как ограничить рост экзоклетки и тем самым заблокировать развитие усика. Доктор Камский заверил меня, что в ближайшие три месяца будут получены значительные результаты, если он получит новые образцы. Подпись Дмитрий. Продолжение следует... 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 Анна! Держись! Дерьмо. Держись! Показать вам всех врагов, все необязательные предметы, найдем оставшиеся документы, сразимся с последним боссом, да, он здесь будет, и посмотрим титры. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до самого конца, от самого начала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прочитайте, пожалуйста, описание под этим видео для финансовой поддержки. Там же в описании под видео указана моя карта Сбербанка, Донейшин Алёртс и Бусти. Выражаю огромную благодарность всем своим спонсорам с Бусти, всем донатерам, которые поддерживают меня донатами, либо на карту Сбербанка, либо на Донейшин Алёртс. И благодарю всех из вас, кто на меня подписан, кто меня смотрит, проявляет активность на канале, поддерживает и все в таком роде. Нежный кусь вам от меня, на прощание, мои дорогие и любимые коты и кошечки. Желаю вам всех благ, берегите себя. Ну и, как говорится, в одном из моих любимых фильмов, увидимся, когда увидимся.